Телерадиокомпания «Русский мир» представляет новый цикл программ под названием «Тайный код России». Случилось так, что многие годы я занимаюсь историей России, ну и вообще литературой, связанной с историей, и все, что с этим вообще вокруг существует. Вы знаете, я пришел к выводу тому, что самая главная проблема истории, да в частности, в общем-то, по сути жизни любого человека, это недоговоренность. Вот эта недоговоренность иногда случайная, иногда специально сделанная, и порождает вот эти белые пятна истории, и позволяет невероятное количество мифов плодить, версий, истории, все-все-все, чего угодно. Потому что вот это была вот эта самая недоговоренность. И смысл всей нашей новой программы заключается в том, что вот эти белые пятна, вот эта недоговоренность, мы будем все-таки пытаться договаривать, да, с тем, чтобы что-то такое прояснить. Вы знаете, совсем недавно исполнилось 100 лет со дня создания удивительного совершенно такого творения в истории человечества под названием СССР. Это случилось в самом конце 2022 года, 100-летие создания СССР. Вы знаете, самая интересная заключается в том, что что такое создание чего-то? Это день рождения. Так вот, за все 69 лет создания СССР никто никогда эту дату не отмечал. Вот как такая вот странная история, совершенно непонятно почему. Хотя у нас не отмечают и день рождения России до последнего времени, вообще мы все про это забыли, о том, что такая дата тоже существует. Что касается СССР, совсем недавно я написал книгу, она вышла, называется «Тайный код СССР». Вы знаете, что меня больше всего поразило? Что название СССР — это такой, знаете, палеотив, название, которое родилось между двумя другими названиями. Дело все в том, что Ленин и Троцкий наставили на том, чтобы государство называлось ССР Е и А. Я думаю, что ни один нормальный человек это вообще не может расшифровать. Но в сентябре 1922 года, то есть, по сути, за три месяца до создания СССР, Политбюро узаконило это название. Смысл его заключался в том, что это союз советских республик Европы и Азии. Дело все в том, что к этому времени уже существовал и развивался, и очень бурно развивался Коминтерн. Идея Коминтерна была очень простая, на сегодняшний день она понятна, наверное, практически всем. Эта вещь под названием сегодня существует «глобализм». Это теория Троцкого и Ленина о том, что весь мир должен объединиться в некий вот такой коммунистический анклав. И вот вопрос о том, почему такое название было, решается достаточно просто. Вы знаете, вот этого самого Коминтерна был гимн. В гимне есть припев, он до сих пор существует, этот гимн можно найти на самом деле в интернете. А припев очень простой. Наша цель – Всемирный Советский Союз. И вот поэтому была надежда и вера в то, что совершенно разные республики, разные государства объединятся под некой общей коммунистической идеей, и все будет совершенно замечательно, все будут жить очень хорошо. И была вторая версия, которую пропагандировал и продвигал Сталин. Суть его заключалась в том, что должна остаться Российская республика, в нее должны были войти, как автономные республики, все остальные национальные объединения. Причем Сталин исходил из очень простой идеи. Дело все в том, что до 1917 года никаких автономных национальных республик в Российской империи не было. Были генерал-губернаторства или просто губернаторства, в которых были национальные анклавы. Сталин полагал совершенно справедливо, как оказалось, что если мы дадим всем право национальных этих республик, то там будет воспитываться национальная элита, которая в конце концов может к чему-то привести, к не очень хорошему. И вот случилось так, как случилось, значит, было принято решение найти вот это вот нечто среднее между ССР, Е и А, и между Российской республикой, и появилось это вот название СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Основали союз, как мы его называли во время жизни этого государства, четыре государства. Это Российская Республика, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Белорусская Советская Социалистическая Республика, Украинская Советская Социалистическая Республика и Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика. В Закавказье это были, представлено, три республики входили вот в эту единую систему. Это был Азербайджан, Армения и Грузия. Значит, надо сказать, что между Арменией и Азербайджаном в течение двух лет шла страшная война. Шла она из-за Карабаха и прочих спорных территорий. Я думаю, что на сегодняшний день это вообще история, которая всем очень понятна. Закончилась эта война тем, что на территорию Азербайджана, а потом Армении, вошла 11-я Красная армия под командованием Ливандовского, и там была установлена советская власть, и как бы вот этот национальный вопрос был снят. Вот это советские республики, где все равны и все совершенно замечательно. Так вот, понимаете, какая хитрость получается? Значит, Ленин и Троцкий призывали к тому, чтобы не было никаких национальностей, чтобы был Всемирный Советский Союз, что вот есть некая идея коммунистическая, и национальности должны отсутствовать. И в то же время на практике происходит совершенно обратное. Надо сказать, что это вообще весь Советский Союз прошел под этим знаком. Когда говорилось одно, а делалось совершенно другое. Я думаю, что не найдется ни одного человека, который скажет, что какой-либо лозунг периода советской власти, либо сталинской конституции, что они плохи, что они антинародны, античеловечны. На самом деле все было совершенно прекрасно и совершенно замечательно. Вы знаете, это очень хорошо иллюстрирует плакаты, которые называются «Дружба народов». Вот эти плакаты можно взять 20-х годов, 30-х, 40-х, 50-х, каких угодно, только название должно быть «Дружба народов». И там везде изображены, значит, эти люди, государства, национальности, которые входили в Советский Союз. Все республики, которые там представлены, они все одеты в национальную одежду. И только одна республика одета в ненациональную одежду. Это, естественно, Россия. Как правило, это человек либо в спецовке, либо в пиджаке с галстуком, что вообще совершенно казалось не самой традиционной одеждой. Ничего национального в отношении России не могло существовать. Причина очень простая. На следующий день, после того, как был создан Советский Союз, то есть 31 декабря 1922 года, Ленин написал, ну вот, наконец, создан Советский Союз. И теперь самая угнетающая нация должна стать самой угнетенной. То есть угнетающая нация, это имеется в виду русская нация, соответственно, она должна стать самой угнетенной. Что, в общем-то, по сути, и происходило. В Российской Советской Федеративно-Социалистической Республике не было ни своей российской коммунистической партии, не было ни своей Академии наук, но при этом они присутствовали во всех республиках, кроме России. Это вот была такая общая, как бы, тенденция, совершенно необъяснимая нормальному человеку, но она вот таким образом происходила. После того, как был создан Советский Союз, началась политика коренизации. Почему я говорю про вот эту вот национальную проблему, которая, на самом деле, самая острая, и самая такая, как вы знаете, ну, она такая щекотливая, потому что про нее, как правило, никто ничего не говорит, потому что, ну как же, ну что же мы будем про это говорить, мы же все там друзья, братья, товарищи. Это все так, если бы не было политики государства, которая была направлена совершенно в обратную сторону. Значит, что такое политика коренизации? На Украине она стала называться политикой украинизации, в Беларуси она осталась коренизацией, на Кавказе тоже осталась коренизацией. Смысл ее заключался в очень простом. Значит, национальные кадры должны решать все. На Украине это приняло совершенно невероятный размах и совершенно невероятный поворот. Значит, политикой коренизации на Украине занимался Лазарь Моисеевич Каганович. Он ввел уголовную вообще ответственность за то, что люди, кто-то отказывается изучать украинский язык, изучать украинскую историю, и вообще как бы превращаться из русского, превращаться вот в этого самого украинца. Надо сказать, что слово «Украина» до 1917 года, как государственное понятие, не существовало, как и не существовало понятие «украинец». Если Советская Федеративная Республика возникла после октября 1917 года, то Украина возникла на самом деле после февраля 1917 года, когда Грушевский и Вениченко, это были такие деятели, особенно Грушевский, это человек, который написал по просьбе за деньги Австро-Венгрии такую большую-большую многотомную историю, которая до сих пор существует на Украине, под названием «История Украины-Руси», а затем занялся изготовлением вот этого современного украинского языка, который никакого отношения к малороссийскому диалекту не имеет, а как бы на его основе создан с привлечением польского языка. Так вот, эта политика украинизации, она началась вот с этого самого послефевральской революции, когда в Петрограде, в Таврическом дворце заседало Временное правительство. В основном там были юристы, очень профессиональные и грамотные люди, которые решили ко всему относиться профессионально. Это была их большая проблема и большая глупость, как потом оказалась. Так вот, значит, на Украине была создана Верховная Рада национальная, и вот этот Грушевский и Свиниченко обратились с просьбой во Временное правительство признать республику Украину в составе Российской, значит, Федерации, в составе Российской Республики, как она называлась. С сентября 1917 года государство называлось Российской Республикой. Значит, в Петрограде очень долго заседали и думали, что такое Украина. Они говорят, мы знаем, что такое Малороссия, что такое Украина, мы не понимаем. Значит, Грушевский очень долго объяснял, что это вот национальная такая проблема, которую мы должны ее, значит, проявить, выявить и все прочее. И тогда Временное правительство сказало, ну, хорошо, берите четыре губерния, делайте эти малороссийские, делайте из нее Украину. На что, значит, Центральная Рада сказала, нет, нас это не устраивает. Мы хотим, чтобы в состав вот этого нового государства Украина вошла не только Малороссия, но и вошла Новороссия, а также еще Кубань, значит, по-моему, Белгородская область, еще что-то такое. Значит, Временное правительство сказало, что никогда вообще, о чем вы говорите? Это совершенно другие территории, там совершенно другие люди живут. Но вслед за Февральской революцией мы знаем, что произошла Октябрьская революция. На волне Октябрьской революции вот эта Центральная Рада создала Украинскую Народную Республику, которая провозгласила опять-таки независимость в составе России, вот что очень важно. А дальше происходит то, что вообще запрещено до сих пор писать во всех украинских учебниках, а у нас вообще эта история просто отсутствует. У нас есть такое понятие «позорный Брестский мир». 3 марта 1918 года Советская республика подписала с немцами «Брест-Литовский мир». Мы все про него знаем, мы все знаем, что это нехорошо, но никто из него никогда не читал. Это вот на самом деле, если положить, что называется, руку на сердце, да? И мы совершенно не знаем о том, что в январе 1918 года вот эта вот Украинская Народная Республика, вот эта Центральная Рада решила заключить сепаратный мир с немцами, в отличие от Российской Республики. Немцы от этого отказывались очень долго, но тем не менее они согласились признать Украинскую Народную Республику. И одним из первых пунктов в «Брест-Литовский мир» был внесен пункт о чем? О том, что Российская Федеративная Республика признает Украину. И вот с этого времени и началась вот эта вот проблема взаимоотношений исторической вот этой России, Российской империи, как ее угодно можно называть, Российской Республики, с национальными всякими образованиями. Я думаю, что мы встретимся с вами в следующий раз. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, предложения, пожалуйста, пишите нам телерадиокомпания «Русский мир». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok